Бычьи яйца И поэтому мне пришла в голову мысль Почему вы не попробовать приготовить их мне самой Это блюдо достаточно полезное И содержит в себе белки, которые очень легко усваиваются организмом То есть от него не толстеют И можно употреблять людям, которые сейчас сидят на диете Ну и сами по себе они очень и очень полезные Я знаю, что это блюдо готовят во многих странах И готовят его очень по-разному Готовят даже шашлык из этих бычьих яиц Их тушат, варят, парят, жарят В принципе делают с ними все что угодно И тот рецепт, который я готовлю сегодня Это скорее всего будет как дополнение Как некий гарнир к чему-либо И давайте покажем, как я буду это делать Все, что мне сегодня понадобится, основное сейчас находится на столе Я буду готовить эти бычьи яйца вместе с грибами Которые называются вешенки И вместе с луковицей И потом это все буду тушить И возможно в конце я еще добавлю сметаны к этому всему Но пока не знаю, пока буду смотреть Первое, что вам нужно знать, когда вы убираете яйца Что в них должны быть вот такие вот мешочки с синими прожилками Чтобы почистить яйцо Нужно взять самый острый нож, который есть у вас И вот так вдоль разрезать этим ножом Вот эту верхнюю оболочку Очень аккуратно Я знаю, что я не знаю, что я не знаю Я знаю, как я знаю, что я не знаю Бычьи яйца я почистила, сейчас я их очень хорошо промыла водой и пока оставляю их в сторонку. Тем временем займусь нарезкой лука и вешенок, которые буду обжаривать в сковородке. Субтитры сделал DimaTorzok В разогретую сковородку я выливаю масло, обычное подсолнечное. Огонь у меня сейчас включен на максимум, потому что грибы я очень быстро буду обжаривать в этом масле. И пока я сюда не буду добавлять ни соль, ни перец, никакие эспетки, просто на очень большом огне обжариваю грибы вместе с луком. Грибы у меня немного пропустились и я с ним отправляю его. И пока у меня лук вместе с грибами немного обжаривается, Я разрезаю я яйца, которые есть у меня, почищенные, разрезаю на небольшие дольки. Музыка 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 Луки и грибы немного обжарились, они уменьшились в своем объеме. Сейчас я буду к ним отправлять яйца. И вот так вместе перемешиваю и даю ее на бжайку. Даю немного обжариваться под крышкой, протушиться и в конце я еще добавлю сметану и специи. Черный молотый перчик, совсем чуть-чуть. И солим. Примерно минут 20 у меня это все протушилось очень хорошо и теперь я сюда добавлю еще чуть-чуть сметаны. Также дам ему немного времени, чтобы это все вместе протушилось и в принципе блюдо будет готово. У меня мое блюдо приготовилось, оно получилось невероятно вкусным. Абсолютно не чувствуется никакой вкус, что там присутствуют бычьи яйца. Вкус достаточно пикантный получился и необычный. Я думаю, что все, наверное, пробовали куриные, которые петуха, яйца, курицы. И чем-то они напоминают этот же вкус, только размерами побольше. Это очень сытное блюдо. И грибы здесь с луком очень даже кстати. Подаю я его сегодня вместе с грядочками. Но в принципе, так как я его сделала со сметаной, то можно в любую кашу, можно с пюре, можно любую другую корнир придумать и оно разбавит ваше блюдо. Попробуйте, если вы не пробовали, я думаю, что обязательно понравится, потому что вкус достаточно очень-очень пикантный и вкусный. Если бы меня спросили, хочу ли я еще разок приготовить это блюдо, я бы не сказала однозначного ответа, что да, мне понравилось его готовить и я хочу его готовить. Сам процесс работы с яйцами не очень приятный, но вкус приятный, поэтому я бы ела это блюдо с удовольствием, если его кто-то бы готовил другой. Но готовить при этом, наверное, я бы сама не хотела. Предлагаю приготовить и не говорить вашим близким, родным и тем людям, которые вы хотите угостить этим блюдом, не говорить о том, из чего оно приготовлено. Пусть они сами разберутся, пусть попробуют и только после этого можно раскрыть тайну, из чего же оно действительно приготовлено. Можно так разыгрывать ваших друзей, можно так удивлять ваших близких. Всем желаю приятного аппетита, подписывайтесь на мой канал и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok